МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ставрополье ворота Кавказа, Где меня встретят хлебом и солью". Спасибо, Ром. Правильно поёшь, Маш. Конечно. Такие бы слова и сам Пушкин бы написал. Но, между прочим, именно на Кавказских минеральных водах светилу русской поэзии пришли в голову гениальные идеи, которые потом воплотились в бессмертные произведения. Красиво сказала. Спасибо. Но я ещё не так могу. Да ты тоже. Это точно. А мы начинаем нашу познавательную и в этот раз литературную программу «Время – дело». Поехали. А ты вообще часто бываешь в библиотеках? Ну, раньше – да. А сейчас я больше предпочитаю книги покупать и читать в электронном виде. Почему? Потому что книги возвращаю не вовремя, на чтение времени мало. Я в основном занят путешествиями по краю, чтобы рассказать, как на Ставрополе работает губернаторская программа поддержки местных инициатив. Сегодня мы помогаем Краевой детской библиотеке имени Александра Ефимовича Якимцева, детского поэта, который, кстати, жил и творил в Ставрополе. Мы ещё в школе изучали. Стихи Якимцева получили большое одобрение Агнии Багрто и Сергея Михалкова. Он написал более 20 книг для детей. И помимо стихов, ещё три поэмы о Великой Отечественной войне. Якимцев – современник наших родителей. А детская краевая библиотека с 1993 года носит его имя. И ты только вдумайся, здесь около 20 тысяч родителей. А фонда библиотеки насчитывает 170 тысяч книг. Хорошо, что современные дети читают и делают это с большим удовольствием. А труд библиотекаря сложный, потому что нужно привить эту любовь к чтению детям. Кстати, я на себе прочувствовала, сколько сложных и одновременно интересных дел делают библиотекари за день, потому что программа «Время – дело» привела меня в библиотеку города Новоалександровска, которая находится в местном доме культуры. Там поэшу капитальный ремонт и все подробности. Я расскажу в сюжете. Да что ж такое? Почему мне неправильно стоить? Здравствуйте. Добрый день. Вот книжку возвращаю. Понравилась? Да, еще бы. А у вас есть что-нибудь про ландшафтный дизайн? Я сейчас посмотрю. Правда, ландшафтный дизайн, как заказывали, надеюсь, вам понравится. О, класс! То, что надо. Спасибо большое. Вот скажите мне, пожалуйста, музыку слышу из Дома культуры, да? Да. Весело? Еще бы. Это вот тут совсем недалеко. Ну, работать надо. Работа у меня такая. Ну, удачи. Надеюсь, вам понравится. Приходите еще, ладно? Спасибо! Хорошо стало работать в библиотеке. Здесь отремонтировали потолок и стены. Уютно и комфортно и работникам, и читателям. Библиотека находится в здании Новоалександровского Дома культуры с гордым именем «Строитель». И иногда за чтением книг можно услышать ритмы hard and heavy из соседнего кабинета. Субтитры создавал DimaTorzok В Доме культуры репетирует рок-группа «Антарес». Их известность на Ставрополье полностью соответствует названию. «Антарес» – это ярчайшая звезда на небе. Знают рокеров далеко за пределами родного Новоалександровска и даже Ставропольского края. Они выступают и в соседних регионах. Дают сольные концерты, их приглашают быть хедлайнерами на крупных фестивалях, поют на разогреве у именитых рокеров и приобщают молодое поколение к музыке. Вот мы вокалистов приглашаем местных, они с нами тоже поют. Дети с нами пели. В прошлом году был рок-фестиваль, и вот с нами Домисолька, коллектив районного дворца культуры народной, они с нами пели «Полковнику». То есть это уже приобщение молодого поколения, вот такое музыка. Исполняет Антарес каверы, а также музыканты сами пишут стихи, чтобы перевести зарубежные классические рок-композиции на русский язык, не теряя при этом смысл. Мы играем ради своего удовольствия. Это наше хобби. Это часть нашей жизни. Да, это даже не часть жизни, это стиль жизни, который, вот, хочется ломать стереотипы о рок-музыке. Что рок-музыка – это пропаганда чего-то противоестественного. Нет, у нас все адекватные семьи, мы дружим с семьями, мы общаемся. И когда мы собираемся, то есть мы приходим и отводим душу. Отвлекаемся от проблем, от работы, от всего. Это вот от души. А это уже молодое поколение творческих посетителей Дома культуры. Перед танцем у малышей из коллектива «Альтаир» разминка и растяжка. Ну а потом уже можно пускаться в пляс. Ну что, вы меня к себе берете? Да, у вас все получается, но вы нам не подходите ни по возрасту, ни по росту. В следующий раз. В следующий раз? В следующий раз, конечно. Я старалась. Комплексное развитие творческих и одновременно спортивных талантов у новоалександровских малышей из детского сада еще одна цель работы местного Дома культуры. А почему нужно детям заниматься танцами, пением, вокалом? Как минимум интересно. Для детей. Для самих детей. Сцены, выступления, это же как здорово. Приходилось уже где-нибудь выступать этим составом? Этим нет. Мы же только начали. Только готовитесь. Примерно когда первое выступление? А то может... К 9 мая. Очень хотелось бы. Успеваете? Будем стараться. Талантливые? Талантливые. Вон, все быстро схватывают на лету. Танцы какие танцуют? Эстрадные, народные и бальные. То есть практически все умеют? Практически. И еще маленькие. Чем старше, тем проще будет. В чем важность существования детских творческих коллективов, взрослых творческих коллективов, любых творческих коллективов в Домах культуры? Ну, потому что нужно приучать к культуре. Это очень-очень-очень важно, чтобы ребенок все время был где-то задействован. Вот тебе сколько лет? Скажи мне. Пять. Пять лет. И уже танцуют. Да. И всем здесь по пять. Пять-шесть. Старшая группа. У них впереди большое будущее. Да, мы на это очень сильно надеемся. Да, ребят? Да. Да. Точно большое будущее впереди. А это уже дети постарше, первоклассники местной пятой школы. В форме не только потому, что учатся в кадетском классе, но и потому, что команда «Времени дела» застала участников вокального коллектива «Казачата» на первой генеральной репетиции песни для концерта, посвященного Великому Дню Победы. На российских просторах подога казаки-постоинки живут. Пока еще песню изучили не до конца, но за оставшееся время они отточат выступление до идеала и станут главным украшением праздничного концерта. Ну а самое главное, что каждый из этих мальчишек и девчонок от выступления получает искреннее удовольствие. Что ты здесь делаешь в Доме культуры? Я здесь пою песни. Вот тут я сегодня выступал. Понравилось выступать? Да, очень даже. Вы эту песню будете петь к 9 мая, да, на концерт? Да. А ты знаешь, что это за праздник? 9 мая – это посвящение тем, кто сейчас с нами нету, кто уже погиб на войне. День Победы, да? Да. Поешь ты с самого детского садика. Сейчас ты учишься в первом классе, да? Да. Я очень люблю петь, потому что у меня талант – а самая мама. Мама тоже твоя поет? Да. Скажи, пожалуйста, вот может быть ты в будущем хочешь стать певцом или нет? Нет. А кем хочешь стать? Хочу быть полицейским самым командиром. Командиром полицейским. Здесь, в Новоалександровске, никуда не будешь уезжать? Нет. А почему не будешь? Потому что здесь мои родные и близкие, и если я отсюда уеду, то я соскучусь, и потом я потеряю и работу, и все, что у меня там было. В 14 кружках занимаются около 200 человек. Пока вокалисты и танцоры репетируют концерт к 9 мая, участницы секции «Рукоделие» готовят тематическую выставку. У нас будет не одно мероприятие, у нас несколько мероприятий запланированных. Это и краевые акции, начиная с 29-30 апреля и до 9 мая включительно. Очень много мероприятий. И «Десант Победы», и «Утро Победы», и «Городской». Вот у нас будет конкурс-фестиваль вокальный «Голоса Победы». Готовимся потихоньку, собираем все силы. Репетиции проходят в обновленном Доме культуры. Губернаторская программа поддержки местных инициатив помогла сделать ремонт всех помещений здания. Привели в порядок потолки, стены и полы. На работы потратили почти 2 миллиона рублей. Из них по 700 тысяч выделили из краевого и муниципального бюджета. А местное население и организации собрали 500 тысяч рублей. Ну, а после занятий молодые творческие участники коллективов идут на еще одну местную инициативу. Спортивный игровой комплекс «Добрыня» работает круглосуточно. Здесь в любую погоду, в любой день недели и в любой час очень много людей. Добрыня Добрыня – это удачное соседство, многофункциональные площадки для игровых видов спорта и детский игровой комплекс. Школьница Полина предпочитает спорту активный отдых на качелях. Вот и в этот раз, сразу после занятий в школе, пришла на площадку. Погода хорошая, можно и погулять подольше. Такие комплексы еще, такие площадки есть в Новоалександровске? Ну, есть в центре, но она не такая, тут лучше. Стоит спортивный игровой комплекс «Добрыня» чуть больше полутора миллионов рублей. Из них более миллиона из краевой казны. Почти половина миллиона выделил бюджет муниципалитета, а население и местные организации собрали 175 тысяч рублей. Хотелось бы, во-первых, поблагодарить за наличие этой программы губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича, за то, что есть эта программа, мы с охотным желанием, рвением участвуем, потому что, если в самом начале мы не знали, что из этого будет получаться, какой результат, какой эффект, то на сегодняшний день мы убедились, что эта программа работает. Детский спортивный игровой комплекс «Добрыня» – это десяток игровых зон и около двух тысяч квадратных метров детского веселья, что даже самой в детство так и хочется вспомнить. Кружите меня, пацаны! Кружите! Кстати, в планах у администрации Новоалександровска установить дополнительное освещение на площадке, чтобы продлить игровой день маленьким жителям города. Все лучшее детям и местные инициативы все чаще посвящают подрастающему поколению. Ну, ты, как всегда, не смогла удержаться от танцев. Ну, а как же иначе? Сидишь в библиотеке, работаешь, а за дверью музыка, танцы. Ну, это же прекрасно! Хватит мечтать, Маша, помогай! Еще один фронт работы библиотекаря – это создавать тематические выставки. Лермонтов на Кавказе, Пушкин, Грибоедов, Есенин, Шаляпин. Я знаю, что это за выставка. Это книги известных писателей, которые были на Кавказских минеральных водах. Правильно? Правильно. И черпали вдохновение прекрасными пейзажами. Вот, например, увидев жизнь на Кавказе тех времен, Александр Сергеевич Пушкин в своем дорожном дневнике написал «Аул, биштау, черкесы, нападение, пленник, девушка, любовь, побег». Угу. И эта записка потом превратилась в поэму «Кавказский пленник». Написана она была в Железноводске в 1820 году. Визитная карточка Железноводска – Пушкинская галерея. Ночит имя поэта. А рядом есть Пушкинский сквер. А еще, кстати, недалеко – отличная спортивная площадка. И обо всем перечисленном подробнее в моем сюжете. Пушкинская галерея. Пушкинская галерея – визитная карточка и символ Железноводска. Находится она в лечебном парке в живописном месте. Здание с небольшим изящным куполом выполнено из стекла и металлических конструкций. Автор проекта – варшавский зодчий Стефан Шиллер. Он же выбрал место и руководил всеми работами. Оформлением в залах занимался новочеркасский художник Иван Крылов. Построена она была в рекордно короткие сроки – всего за год. Открытие состоялось в 1902 году. Интересно, что одновременно открылась и галерея Лермонтова в Пятигорске. Оба объекта, как и Эйфелева башня в Париже, представляют собой образцы первых сооружений, собранных из готовых конструкций. Галерея состоит из двух частей. Одна для выставки картин художников Юга России, вторая – зрительный зал. Здесь проводят всевозможные концерты. На этой сцене выступали многие известные люди – Айсидора Дункан, Людмила Русланова, Леонид Утёсов, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха и Алла Борисовна Пугачёва. Главный экспонат галереи – скульптура Александра Сергеевича Пушкина, установленная в честь столетия со дня смерти поэта. Это был первый памятник Пушкину, воздвигнутый на территории Кавказских минеральных вод. Точная копия этого памятника установлена в центре Пушкинского сквера, который, кстати, находится неподалеку от здания. Еще одно место, куда приходят жители Железноводска отдохнуть, подышать свежим воздухом, посидеть на удобных скамейках и насладиться тишиной и спокойствием. Это сквер имени Станислава Сергеевича Говорухина. Станислав Говорухин внес значительный вклад в развитие культуры не только в Железноводске, но во всем регионе. Благодаря его поддержке были сохранены многие памятники, в том числе отреставрирована Пушкинская галерея. После смерти Говорухина жители Железноводска вышли с инициативой назвать городской парк его именем. А при совместной работе двух программ «Комфортная городская среда» и губернаторская программа поддержки местных инициатив парк преобразили. Предусмотрели все и для детей, детские площадки, и для детей чуть постарше, спортивные тренажеры, да и для людей пенсионного возраста, которые спокойно могут сейчас прогуливаться вместе с внуками, с детьми и получать отдых. Ну, наверное, здорово. Наверное, здорово. В парке приятно и уютно. Есть пруд, аллеи. Здесь можно оторваться от суеты, походить, подумать о вечном. А для тех, кто любит активный отдых и спортивный образ жизни, есть прекрасная спортивная площадка, где можно приятно провести время. Ну, а я воспользуюсь моментом и немного подготовлю себя к купальному сезону. Ведь лето не за горами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На площадке есть все самое необходимое для поддержания хорошей физической формы и крепкого здоровья. Турники, брусья и антивандальные тренажеры. А самое главное, для маленьких жителей города-курорта в сквере построили детские площадки. И все это появилось в рамках самой инициативной программы губернатора Ставропольского края. В этом районе много семей проживает, у которых дети. И парк до этого у нас как бы был, но такой площадки, конечно, не было. Ну, еще плюс здесь много детских садов вблизи этого парка, школа. Поэтому здесь как бы детям очень хорошо отдохнуть с родителями. Есть куда пойти. Площадка многофункциональная. Есть горки, канаты и лесенки. Немаловажно и то, что она безопасная. А это спокойствие родителей. Дети не могут ни поцарапаться, ни порвать себе, ни поломать ничего. Ну и дети нравятся, бегают, прыгают, скачут. И нам хорошо ее со всей стороны. Она просматривается, эти даже прозрачные колбы. Все это ребенка с любой стороны, с любого угла всегда видно. Рома, Рома, аккуратненько. Отдохнуть здесь смогут и родители. Пока дети играют на площадке, можно посидеть на удобной скамеечке и насладиться минутами спокойствия. В рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив в парке построили две детские площадки. И если на одной веселая гурьба играющих детей, то другая пока закрыта. На этой площадке еще ведутся работы. Они находятся на завершающей стадии. И уже совсем скоро ее откроют и сюда ринется толпа счастливых детей. Ну а пока остается немного подождать и набраться терпения. Осталось ждать совсем немного. Осталось залить современное прорезиненное покрытие и площадка готова. На все работы по строительству детских и спортивных площадок было потрачено чуть больше 2 миллионов рублей. Из них почти полтора миллиона рублей бюджет края. Порядка 500 тысяч городской бюджет. 300 тысяч средства населения и предпринимателей. Программа поддержки местных инициатив – это инициатива губернатора и направлена в первую очередь на то, чтобы решить самую, на мой взгляд, основную проблему нашей местной власти, муниципального уровня власти. Это взаимодействие с жителями, взаимодействие с населением, с каждым человеком, услышать каждого, понять, что хочет житель того или иного района. И, конечно, не только услышать, но вместе с ним приготовить, а потом и реализовать проект, который нужен в том или ином дворе, районе, квартале, микрорайоне. Желание видеть свой город краше и вера в то, что все это реально – смысл и стержень работы губернаторской программы поддержки местных инициатив. И для Железноводска это только начало больших преображений. А на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Читайте хорошие книги, друзья. Черпайте вдохновение там, где великие писатели много лет назад. Тем более Ставропольский край с каждым годом становится краше, и об этом мы вам расскажем ровно через неделю. Увидимся в следующую пятницу в 8 вечера на своем ТВ. С вами, как всегда, были Мария Гнездилова, Роман Вестер. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok